Преисподние — это большое поражение царства тьмы. Каждый возрожденный свыше человек — это, скажу так, удар под дых самому дьяволу. Это плевок в лицо самому сатане. И поэтому исход каждого из нас — это, скажу так, это чьи-то боль, чьи-то страдания, чьи-то огорчения. И дьявол, и все его бесы, просто-напросто, они в ужасе и в страданиях от исхода даже каждого из нас, одного из нас. Но на небесах великая радость даже об одном грешном не кающемся. Это есть такая даже инсценировка театральная, я не помню, как называется она, или борьба духовная, или как-то еще там. Там еще показывают покаяние какого-то человека, и там гроб поднимается наверх, наоборот, не опускается, а поднимается. И такой левитановский голос говорит там, от преисподнего информбюро, сегодня после там ожесточенных сражений еще одна душа покаялась. И все там в шоке бесы, кричат там еще, что случилось? Для них это, ну потом этот же левитановский голос говорит дальше, но семь злейших батальонов идут в контрнаступление, как бы, чтобы душу обратно, как бы, в ад затянуть. Но если мы идем за Богом, то Бог, он, скажу так, любому фараону, он закроет рот. Он любое войско, даже самое огромное, он потопит в море. В мессианской киевской общине еврейской, они любят, интересно, киевские евреи любят переделывать старые песни в общине своей. И там еще одна старая песня была так переделана. На медведя выйду я, на медведя выйду я, даже без испуга. Если с Богом буду я, если с Богом буду я, а медведь без Бога. Так что если мы с Богом, то и с Бог, по-любому, он должен вымечаться успехом. Главное, не, знаете, когда смотреть по сторонам, не там, значит, как бы, не фираться назад. Потому что, на самом деле, все страшно порой. И даже, когда вперед смотришь, надо просто взирать на начальника веры. Тогда надо было на Моисея смотреть. Потому что, кто смотрел не на Моисея, у того были большие проблемы. Кто смотрел на обстоятельства, у того были огромнейшие проблемы. Сегодня, во время нашего исхода, мы должны взирать на Иисуса Христа. Потому что, если будем смотреть назад, ой-ой-ой, мы просто-просто, ну, как бы, будем в отчаянии от грехов своих. Если будем смотреть вперед, мы просто-напросто, мы шагу не шагнем от страха, от ужаса. Если будем смотреть на что-то еще, то, то есть, у нас никаких путей других освобождений, он только лишь взирает на Иисуса Христа. Начальника веры, совершители веры Иисуса Христа. Потому что взираем на Него, и мы проходим, тогда и море расступается, любое, тогда и пустыня, если вдруг оказался в пустыне, она вдруг становится обитаемой, твои ноги не пухнут, ты проходишь ее, ты исцелен, ты питаешься в этой пустыне. Слава Богу. Третий дост. Четвертый дост. Мы опять видим, мясо уже подъедаем, доедаем все, что может есть на столе, горькие травы, и вода такая подсоленая, она, значит, символизирует те слезы, что мы пролили, значит, в Египте. И не только в Египте. Обычно, я говорю еще и тоже участникам пасхального седера, все, кто за столом, говорю, знаете ли, вот эту воду соленую, вкушая, мы вспоминаем и свои слезы, которые пролили в прошлой нашей жизни, в нашем Египте, под нашим прежним хозяином фараона, дьяволом. И вспоминаем их не лишний раз, Бога благодарим за то, что сегодня эти слезы, это просто приправа, это просто то, что мы кушаем. Это не те слезы, что мы пить, что мы льем. И четвертый тост, это тост вот как раз уже даже не совсем пасхальный, это уже как бы постпасхальный. Это, собственно, Бога усыновления, это седьмой стих. И приму, Бог говорит, вас себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я, Господь, Бог ваш, извечу вас из-под Игоя Египетского. Когда Господь на 50-й день после начала этого Великого Исхода, после той ночи Великого Спасения, на 50-й день, там уже, у горы, ведь последние дни все вышедшие из Египта, они стояли в ожидании, они готовились к этому торжеству, когда Бог даст им, откроет им свое сердце, свою волю, и Бог им открыл через Моисея. Бог дал им заповеди, и первое, в 20-й главе Исход, с чего Бог начинает говорить, я, Господь, Бог твой, Который выбил тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя другим богом, против лицом моим. Бог говорит, только я, Бог, и я, вывечу тебя из дома рабства. Будем помнить об этом всегда, друзья. И еще, Божий план в то время, во время вот этого торжества, он был, чтобы все вошли на гору, но, к сожалению, только Моисей вошел на гору. К сожалению, в полноте своей тогда Божья воля не исполнилась, потому что во время протяжного, трубного звука они могли войти на гору, но они испугались. И, наоборот, развернулись и стали вдали смотреть. Один лишь Моисей был там на горе. Казалось бы, Божья воля в полноте не исполнилась, но спустя 1200 лет, там, в Иерусалиме, она и таки исполнилась. Потому что, как говорится, если Магомеда идет к горе, гора идет к Магомеду, или наоборот, не помню, как это пословится говорить, но так и получилось. Люди тогда испугались, но Дух Святой, Он сам пришел. Он пришел, правда, не просто, а поприйти куда, а пришел к ожидающим Его, к жаждущим. Так вот, друзья, четвертый тост, это тост Бога усыновления. Мы говорим слова благодарности, что Бог нас не просто вывел, а потом сказал, а теперь идите куда хотите, живите как хотите, делайте что хотите. Такая свобода была бы хуже рабства. Она бы завершилась очередным рабством, еще худшим. Но настоящая свобода, оказывается, это быть рабом Бога. Выйдя из рабства Египетского, Бог нас сделал своими рабами. Бог нас усыновил, мы Его сыны и дочери. Удивительно. И еще. Опять мы доедаем уже все, что осталось на столе. Кстати, в начале пира, вот тот Тамада, кто там, я не знаю, был Тамадой, напомню, пасхальным, последним уже севере Ветхого Завета и первым уже Нового Завета. Наверное, это был Иисус все-таки, как был Тамадой. Он, скорее всего, был тот, кто благоставлял каждый тост и брал хлеб в свои руки. Вероятнее, все это был Он. Но, по крайней мере, последний, после вечера, именно Он совершил то, что совершил. То, что до Него никто не совершал. Со времен Моисея. До самого Иисуса Христа. 1200 лет. Никто это не делал. Иисус, Он не нарушил пасхальную седра, церемонию. Он ее продолжил. Он сделал некоторое продолжение удивительное. Так вот, в начале седра три листа Моцы и распорядитель пира, или же Тамада, как его назвать можно, он берет, благоставляет Бога, взяв руки этому отцу, и прилавляет второй лист, средний лист Моцы, обломляет кусочек и ложит его на стол. Этот лист Моцы, оторванный, он считается, ну, особо таким таинственным листом. Этот кусочек Моцы называется Афикаланом. Называется тот, кто придет, тот, кто пришел, может так выразиться. Это особое такое таинство. Почему три листа Моцы? Многие равиды до сих пор говорят, что это наши праотцы, Авраам, Исаак и Яков. Но не совсем так. И так, и не так. Потому что в Новом Завете мы понимаем, что это откровение о трех лицах Бога. Отца, Сыне и Святом Духе. Тем более, оцеление Моцы отламывается кусок. Тем более, что сам Иисус, в конце концов, он все карты раскрыл. Он сказал, что это и моя плоть, мое тело, ломимое за вас. То есть, это сам Иисус Христос, вторая Моцария. Ну, а третий Моцарий, безусловно, Дух Святой. Так вот, и пятый Макал, пятая чаша. Пятая чаша на пасхальном еврейском седере, она наливается, но в таких традиционных еврейских семьях и синагогах она до сих пор не пьется. Пятая чаша, она украшает стол, как бы, и гости расходятся, и так никто ее и не пригубляет даже. Эта чаша, это уже восьмой стих. «И веду вас в ту землю, о которой я, подняв руку мою, уделялся дать ее Аврааму, Исааку и Якову, и дам вам ее в наследие. Я Господь». Вот этот пятый бокал считается чашей мессианского царства. Ну и Хараана, безусловно, земли обетованной, и мессианского царства. Она не пьется в традиционном семьях до сих пор, потому что раввинам многие говорят так, что, ну мы вошли в землю обетованную, но ведь до сих пор, по сути, и ей не обладели. И никогда еще не было вот такого полного владения землей, которую Бог дал нам. И, но еще не только поэтому, еще и потому, что очень печальная статистика исхода. Праздник Пасхи – это подлинно праздник со слезами на глазах. Действительно, печальная статистика. На старте было 600 тысяч человек, мужчин призывного возраста. Когда вышли из Египта, было 600 тысяч мужчин призывного возраста. Те, кто мог носить в руках оружие. Так вот, но на финише из этих 600 тысяч было только лишь два человека. Представьте себе, на старте больше полумиллиона человек. 600 тысяч человек. На финише два человека, смотришь. И Суснамин и Халев. Два человека. Вот такая печальная статистика. Возможно, у женщин не такая была печальная статистика. Хочется верить, но узнаем все, конечно, о небесах. Об этом не говорится в Библии. Но среди мужчин было так печально все. Но, возможно, да, этот бокал еще называли мессианским царством. Во времена таламонического иудаизма, уже в средневековье, этот бокал назвали бокалом Ильи, пророка. Но тоже сказали родины, что Илья однажды войдет, и не свое, но царство Мессии, Машеха, он провозносит царство Христа. Друзья мои, в те времена, во времена второго храма, каждый еврей знал, что этот бокал поднимет сам Машех. Не Илья, сам Христос. И вот что произошло. Я читаю из 1 Коринфина, 11 глава. 1 Повстание в Коринфе, 11 глава. 23 стих и далее. Павел пишет. Ибо я от самого Господа принял то, что Иван передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую принял был, взяв век, и в возбудове дарил, преломил и сказал, примите, ходите, сие из тела мое. За вас сломимое, сие творите мое воспоминание. Так же и чашу, обратите ваше внимание, так же и чашу, после вечера, и сказал, сия чаши есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить мое воспоминание. Аминь. После вечера Иисус взял эту чашу. Она только лишь одна оставалась после вечера, не выпитой, и даже не прикупленной. Это чаша мессианского царства. И подняв эту чашу, Иисус сказал, самим поступком своим, что пришло время нового завета, что это есть новый завет в крови Иисуса Христа. И так и произошло, друзья. Кровь пролилась, божественная кровь нашего Господа. Мы распинали его своими грехами, распяли его, и наши грехи, безогония, каждый из нас были на нем. Но ранами его мы исцелились. И благодарим Бога за все. И то, что произойдет уже дальше, Господь наш, Он вернется однажды. Его второе происшествие не за горами, и Он будет судить живых и мертвых. И царство Его не будет конца. Мы ожидаем Его возвращения. Но сейчас, в эти времена, вот, так сказать, а почему вопрос, несколько вопросов хочу прояснить. Почему Пасха по нашему календарю, право в самом старом календаре, она позже совершается, и вот даже в этом году очень даже позже, ведь, какого, 25 марта, да, или же 5 мая уже, это очень много времени, разделяет нас от, как бы, библейской календарной Пасхи. Почему так? Это все не наразумение средних веков. Это еще было до крещения Руси. На Русь вместе с христианством пришли многие суеверия, к сожалению. И пришел антисемитизм бизантийский. На сною евреям придумали новый календарь. Хотели на сною евреям, а сделали на сною себе только лишь. Хуже себе сделали. Потому что Божий календарь, он остался тем же самым Божьим календарем, но мы придумали, как бы, наши праотцы, священнослужители православной греческой церкви, придумали новый календарь. Хотели сделать как лучше, получилось как всегда. Получилось ужасно, получилось трагикомично, получилось не в Божье время, но многие священники сказали, ладно, пусть даже не в Попад, но лишь бы не с евреями вместе. Но это неправильная позиция, совершенно неправильная позиция. Вот мало ли кому кто не нравится, мало ли кому евреи не нравятся. Божий календарь остается Божьим календарем. Некоторые даже Пасху не хотят праздновать, потому что говорят, а это еврейская Пасха. Вот она Пасха Господня вообще-то. Или пятидесят не праздновать. Это Божьи праздники. Независимо от того, русский, украинец, африканец, кем ты ни был по национальности, какого-то ни был народа племени, если ты веришь в Иисуса как своего Спасителя, если для тебя Христос это не пустое место, а это твой Искупитель, то ты стал общником великого корня. Ты на лозе, ты не чужой, ты не пришествен ты свой, Богу, ты дочь или сын великого царя-царей, Бога Врама, Исаака и Якова. И скажу, что ты наследник великих обетований. Все, что в Библии говорится, хорошего, ты можешь это брать и применять в свою жизнь, принимать исцеление, освобождение, потому что Бог, Он щедр и милостив, долго тем велив, Он человеку любив, слава Ему. Дорогие друзья, и еще есть несколько суеверий, конечно, в пасхальные дни, надо об этом тоже поговорить. Во-первых, суеверие, наверное, самое большое распространенное сегодня на территории бывшего Советского Союза, это суеверие так называемого благодатного дня. Вот, это настолько большое суеверие, что как бы это можно отдельно посвятить семинар даже, можно, я думаю, отдельно, как-нибудь я об этом еще вечерком какой-то день приеду и с вами поговорю об этом. Но, вкратце сказать, что уже в конце 70-х, начало 80-х годов, вот нашего 20-го столетия, прошлого уже 20-го столетия, значит, вот этот фильм, об этом стали говорить у нас. И это не безведомо было КГБ, СССР тогда, значит, и религиозных лидеров. По сути, это была идеологическая диверсия против церкви православной на территории СССР. И до сих пор эта диверсия продолжается. Просто-просто такого обывателя нашего заставляют верить. Наши люди очень верят в телевизор, Богу так и верят, как верят в телевизор. То, что покажут по телевизору, якобы это все истинно. Но я просто умоляю, особенно когда пришел первый раз, не вертить телевизору. Очень часто там говорят как раз ложь. Надо по старому советскому образу смотреть телевизор. Вот слышишь одно, читаешь другое, между строк, а как правило, даже наоборот надо читать. Вот. Как было в советское время, да, если говорили там, собрали неслыханно урожай гречки, все знали уже, что гречка скоро пропадет, значит. Ну, как бы, или чего-то еще. То есть, вот, как бы, вот, то есть, думайте своей головой, когда смотрите или слушаете что-то. Вот. Но даже и в церкви вас могут обмануть. Но чтобы вас не обманули нигде, ни в церкви, ни по телевизору, верьте Божьему Слову, читайте Библию, вникайте в это слово, в себя и в это слово, и тогда никакой религиозный аферист или политический аферист вас не обманет. Так вот, огонь Божий горит, но огонь, который в наших сердцах, в сердцах верующих. Значит, по поводу вот того огня, если вы поедете как турист на следующую Пасху, к примеру, в Иерусалим, то, пожалуйста, с огнем не экспериментируйте. А то каждый год, ведь каждый год, хотя бы предупреждают там, в Иерусалиме, но все равно каждый год наши туристы, паломники с ожогами попадают в клиники Иерусалима, Тель-Авива, потому что верят телевизору, что якобы огонь не обжигающий, якобы он сверхъестественный, и им можно даже там и волосы, значит, там обжигать, значит, и лицо, и руки, а потом получается проблема, и страховка туристическая не покрывает вам этого всего, вы сами платите за свое лечение потом уже, вот так вот. Поэтому не экспериментируйте с огнем, значит, и, то есть это даже невыгодно, и пластическая операция стоит очень дорого, поверьте, дороже, чем даже здесь в Москве, в России, и, так вот, ну, правда, израильские хирурги самые хорошие считаются в мире вообще, послеамериканские, значит, хотя они спорят все время между собой, но, но знаете, что эти, но опять-таки, лучшие американские хирурги, это евреи всегда, поэтому, наши люди везде, в общем, но, по поводу огня, в 2008, по-моему, году, то есть не так давно, вот, не так давно, или в 2006, или 2008 году, в русской церкви, слава богу, нашелся порядочный огненосвященнослужитель, дьякон Андрей Кураев, который опубликовал информацию о так называемом благодатном огне, что это никакого не сверхъестественного, это просто естественный огонь, просто он святой, его называть в русском святым, почему? Потому что он на Пасху разжигается, но разжигается он естественным образом, от лампады, от свечи, но он не, такого, не внеземного, это не аналог, это не сверхъестественное аномальное потребление, это вполне естественный обряд, и никто из православных в мире, очень много, поверьте, разных православных церквей, нигде не учит никогда о якобы сверхъестественном благодатном огне, только лишь в России, в Украине и в других странах бывших безбожных Советских Союзов. Ну, кроме Армении, наверное, армяне, слава богу, в них есть здравый смысл, и они официально заявили на самом высоком уровне в очной дине, что это провокация и это ложное совершеноучение. И до начала 80-х годов и в русской православной церкви не было такого ажиотажа. Если говорили где-то какие-то неграмотные бабушки о якобы сверхъестественном огне, то батюшке Апричном, как Лепешкин было тогда, в 80-е годы, когда я уже служил в храме там у отца Иоанна, помогал ему тогда, значит, он говорил, что бабушку запрещал такие разговорчики, это было при мне, бытность моего там, как раз, псаломщика-то. А в 88-м году, когда я вот там же политика пошла, был же там на и другой священник приезжал, и он уже рассказывал, вот там, мол, огонь, там чудеса, говорит там. Да. Ну вот. А потом возвращающиеся туристы, знаете ли, мало у кого духу хватает наперебор всеобщей пропаганде признать, что король-то голый, что нету этого чуда. Пади там, значит, ну, как бы, вроде как бы неприлично уже признавать это. Поэтому многие, говорят, видели, хотя и пальцы скрещивают, и, значит, как бы, и прочее. Вот. Так вот, в 2008-м, я так думаю, году, патриарх Иерусалимский, тот самый, на которого грешат наши российские СМИ и говорят, что якобы он принимает, якобы его обыстили. Чушь вообще. Ерунда. Там всех осматривают, но это связано не с зажигалками, а с террористическими актами. Потому что вы, вот даже зайдите вот здесь, вот рядом же на вокзал, там турникеты стоят, элементарно. Раньше их не было? Или они были раньше? Не было. В том-то и дело. Нормально все было. Теперь загородили, значит, такие загонщики, один-другой, не от хорошей жизни все это делают. Знаете ли, потому что даже здесь это, а если вы будете в Израиле, вы обратите внимание, там везде такое. Там везде проверяют, тем более же, где массовые скопления, притом очень разных, порой не очень спокойных людей. Знаете ли, всех проверяют, но это не связано с терактами, с огнем, это связано с терактами. А же потом, этот патриарх Иерусалимский, он лично в интервью признает, что это, просто обращаясь к нашим, будем так говорить, туристам, что это никакой не сверхъестественной, это естественный, обычный огонь. Просто это обряд, который русская церковь в современном ищу Петровских забыла уже. Сегодня только старобрядцы об этом обряде помнят, да и то не все, наверное. Вот в Москве, только лишь на Рогожке можно было увидеть, и можно до сих пор увидеть такое служение. На Рогожке, вклады, если кто будет, там есть большой храм, он с виду такой неказистый, а внутри очень красивый такой. Это старобрядческий кафедральный собор, метрополия Московская в Сеаруси, русская православная старобрядческая церковь. И вот, там еще небольшая колокольная, если вы объезжаете, мимо проезжаете, она всегда видна. Так вот, и в этом храме тоже совершаются как раз вот древние служения. В Москве и по всей России, наверное, больше нигде такого нет служения. Вот именно по старому, допетровскому стилю и обряду. И в Кулутле совершаются там, в храме Гроба Господнего совершается такой обряд, когда гасятся все свечи, все лампады, эффект полностью наступает в храме, и там внутри, потом, в определенный момент священники выжигают эти, первосвященник, патриарх, выжигает свечи и выносит их верующим, и это отрепетировано, очень быстро все это расшигается, все лампады, свечи, масса огня, море огня, и поэтому эффект такого, значит, ну, именно святого схождения, как бы можно так выразиться. Да, почему вообще грут русские СМИ по поводу так называемого лампадатного огня, почему русские туристы, даже обжигаясь, все равно многие продолжают говорить, это все-таки сверхъестественное, потому что, допустим, как говорили брянские священники, не так давно, группе обожженных туристов, которые платили большие деньги за операции пластические, сказали так, это вопрос вашей неверии, вашего неверия, что, мол, веры не хватило, и поэтому вот вы обгорели поэтому. Но знаете ли, это несправедливо спекулировать таким образом на верии и неверии. Вот, и тем более, что судя по комментариям, это были именно не просто там подвыпившие туристы, это были именно богомольцы, которые там, значит, а-ля монашки были одеты, значит, и прочее. Значит, то есть это были такие туристы, именно паломники туристы. Вопрос очень интересный, для чего такая ложь нужна современной СМИ? Есть много вариантов ответа, я теряю сам догадка, честно говоря, но по всей вероятности это действительно спецоперация КГБ СССР, потому что уже в 80-е годы в принципе КГБ работало на развал Советского Союза и на перезагрузку потом, на восстановление потом уже дальнейшее СССР, потому что КПСС уже как лидер уже в принципе дал сбой, очень серьезный идеологический сбор, сбой, и свое наджил, но КПСС упрямо не хотело отдавать праздные правления, поэтому КГБ пришлось сделать такую как бы инсценировку развала, а потом сейчас начался процесс восстановления Союза и нынешний президент России Путин, уже третий идеи его жизни это возрождение бывшего былого Советского Союза, но в еще больших масштабах и еще большей мощи. Вот в принципе КГБ взяла власть в свои руки и в общем-то идет этим курсом. И когда разваливался Союз, то вопрос был о вакууме идеологическом, нужно было как-то его заполнять. Первое, что приходило нами, видимо, чекистам на ум, это старый добрый рецепт православие как идеологическое работе государства. Потому что в тысячелетней истории это было так нашей, ну дореволюционной. И при Сталине это тоже сработало очень даже без отказа. И поэтому в принципе пошли таким же путем. Зачем велосипеды спритать? Но как сделать так, чтобы миллионы советских оболваненных атеистической пропаганды граждан стали бы вдруг более или менее религиозными? Не сильно верующими, но религиозными. Необходимы были чудеса. И вот, конечно же, вот такое чудо, оно как-никак кстати. А на кстати пришлось вот и пару еще других ложных чудес. Но это самое, конечно, такое. Представьте, вера в десятках миллионов людей сегодня базируется на ложном мифе. На лжи. И по всей вероятности, если возрождать Советский Союз, то опять будет востребована атеистическая идеология. Может не такая сразу оголотелая, как была в 20-е годы, но в принципе атеизм будет востребован. И по крайней мере масс, широкие массы трудящихся россиян, должны очень скоро стать снова такими светскими, нерелигиозными, не церковными даже людьми. Как это сделать? В принципе, сделать можно очень просто сегодня. Десятки миллионов россиян сделать снова советским народом. Просто показать по телевизору, что вот так и так, что дурили нашего брата, значит, что скажут, опять полуправду скажут. И это сыграет свою роль. В принципе, тоже это не новое. Коммунисты именно так расцеповывали трудящихся в 20-е годы. Атеистическая пропаганда, она базировалась на полуправде. Показывали всякие мощи, там и всякий обман религиозных аферистов, которые обманывали население этих митрополитов, епископов, священников, монахов, монахинь. И поэтому очень большое, самые широкие слои населения отвернулись от религии очень, ну, в кратчайшие сроки. И Святая Русь проводила Советский Союз очень быстро довольно-таки, гармонично. И вопрос еще. Это еще не все. С огнем, знаете ли, шутки плохи. Есть Божий реальный огонь, но этот огонь не такой, который по расписанию, не такой, который исходит на Пасху или как-то еще, нет. Огонь, который горит в сердцах людей. Огонь веры. Помните тех двух, что жили Мамаус и с ними шел Иисус. Он не открывался до тех пор, пока они хлеб уже не преломили. Когда преломили хлеб, он открылся, он показался, он уже не играл в конспирацию, когда уже молился. И они устали своего учителя. Но в этот момент Иисус пропал, исчез. Не стал его. Но ученики, они тут же встали и ушли, вернулись обратно в Иерусалим. Вернуться в Иерусалим, значит вернуться к призванию, вернуться к своему служению. Потому что из Иерусалима всегда означало отступничество, отступление. В Иерусалим восстановление, восхождение. И эти люди, они ушли в Иерусалим, и они говорили, что Господь по-настоящему, на самом деле живой, Он воскрес. И они говорили друг другу, они горели в нас сердце, когда Он нам говорил из Писания. Вот этот огонь сделал из предателей, из трусов, дезертиров Царства Божьего, сделал героев веры. Они вернулись в Иерусалим. Слава Богу. Вот в этот огонь я верю. Ну и, конечно, в Киеве, когда тоже была дискуссия однажды такая с православными семинаристами, с ребятами, будущими священниками, я тоже выслушивал нечто подобное. Эти будущие священники, представьте, им как промыли мозги, эти ребята, молодые, так и говорили, вот, наша вера истинная, у нас огонь на Пасху сходит, выгрузился либетом. Представьте, это будущие священники веры. Вот это да. Теперь я понимаю, почему в 20-е годы до половины сотрудников следователей НКВД ЧК были бывшими семинаристами, пустяками духовных училищ и, то есть, имели духовное образование. Потому что вера строится не на правильном фундаменте, не на слове божьем. А вот на таких пушнинских, там чудеса, огонь там сходит и мощи там бежат. Вот буквально он так и сказал, что вот там мощи не гниют и у нас огонь сходит на Пасху. А я привел пример этому человеку и всем остальным братьям. Одного из тех братьев, что был с нами, я привел его как пример. Андрея его зовут из Мариуполя. Он бывший наркоман, умиравший от наркотиков. Я не буду там подробно говорить, но это было действительно очень серьезное свидетельство человека, который был беспределен покойником уже. И он, по сути, ожил. Было в одной такой могиле уже, или даже двумя уже, можно сказать. И самое удивительное свидетельство, что его головной мозг уже, по сути, отсутствовал. У него был кисель в голове. Он был растением уже, даже не животным уже. Он был превращен уже в растение. У него были все гепатиты, ему переливали кровь, очень помогало ему. Его кости гнили, суставы были гнилые, что еще. Ну и в довершение у него началось заражение крови. Он был толстый, большой, черный, распухлись. И врачи, знаете, у людей порой белые халаты, но черные сердца. И вот эти люди, они белый халатом, но с черными сердцами, они привозили этих наркоманов умирать к себе домой. Туда, туда, туда развозили. Родственники, конечно, не открывали. И Андрею тоже не открыли. Родственники. И прямо это многоэтажка. И возле подъезда прям возле мусорки оставили на простыне этого Андрея умирать. И сами уехали. Вот. В жизни такие вещи бывают, в кино такого не увидишь. Вот, значит, и уехали. И таких десятки были мариупольцев, наркоманов, от которых все отказались уже. Некоторые из них были как растения уже. Вот как Андрей. Но, слава Богу, Андрею повезло. Рядом проходила молодежь, там цехов, святмиру еще на цехов. Там бывшие наркоманы, алкоголики, проститутки, сутенеры, нарядочные грешников, там раз-два обчелся вообще. Там все такие, что там биографии такие, там я был у них в собрании, там все в наколках какие-то. Вообще, ты заходишь, как... Ну, следы былых там, былой жизни бурный. Но, слава Богу, вчерашние волки, но сегодня Агнеса. И дня-то божьи, вообще. Слава Богу. Было приятно посмотреть на все, что Бог делает в жизни людей вообще. Надо же. И вот, но с Андреем отдельная история. Его приволокли на бывшую там квартиру, оказывается рядом, в доме была, значит, квартира, бывшая варочная наркоманская квартира, ставшая молитвенной квартирой. Значит, там стали наркоманы каяться, даже приходили за дозами, и Бог так касался их, что они падали, нам и молились, значит, там приходили в себя уже освобожденными. Вот. И там наркоманская дочка стала молитвенной. Самое интересное, когда была наркоманская дочка варочной квартире, все соседи молчали. Как только стала молитвенной комната, куча жалоб пришла. Но участковый заступился за них и говорит, вам что не страшно, то были наркоманы, шмейцы, бандиты, хулиганы, проститутки, вы как не жаловались. Как только стали христиане, люди освобождаются, вы стали засыпать жалобами участкового и дальше милицию жалуются. Народ странный, не поймешь народу. Не угодишь никак народу. И знаете, что интересно? Его приволокли на эту квартиру, чтобы помолиться за него. Они молили за него, и Бог совершил чудо в тот же день. Он пришел в себя. Это уже невозможно. Но стало возможным. У него мозги отсутствовали, но он пришел в себя. Он услышал Евангелие. Как-никак он мог понять это Евангелие. Принял Иисуса Христа и не умирал. Эти мариупольские ребята потом рассказывали, что мы бы особо не верили, что он оживек вообще. Но просто хотя бы объяснили ему, чтобы он жить не жил, но хотя бы умри по-человечески. Покайся, примирись с Богом на небесах. А то и здесь дурака провалял. Нет, там вечность в аду еще будет. И объяснили ему на пальцах, что он не прав, что он может покаяться. Он покаялся и не умер. И потом они молились, он все обникает, слушает, поддакивает вроде. И они дальше ему говорят, брат, мы не все тебе рассказали. Это не вся правда. Правда еще вся в том, что Иисус не только грехи твои забрал, но вообще-то и рада ли ему ты исцелен. И этот Андрей уступился за эту весть. Не буду вас так и скажу, что через, я могу сейчас быть не точным, но через несколько месяцев, скажу так, не полугода даже, не меньше, через несколько месяцев он был у этих врачей, что оставили его на простыне, после мусорки, пришел к ним за справкой о здоровье, чтобы устроиться на работу. Они не верили, что это он. Младший персонал бросался бы в мрех. Знаете, его хорошо очень знали, слишком хорошо. Но удостоверившись, что это он, его все изучили. Никаких не стало, у него там гепатитов, у него разные буквы были эти. Все исчезло. Но самое интересное, главный мозг был здоровой формы, оба полушария, без повреждений. Невозможно. Как кисель можно собраться с ног? Он же был растением, он даже не животным был, растением. Хорошо. Но врачи отказались даже подписывать бумаги, отостали его от футбол или его в Донецке. В Донецке его футболили и дальше, как Днепропетровск, как кто-то еще. И только лишь в Киеве нашелся порядочный врач из десятков специалистов. Лишь один, обратите ваше внимание, насколько люди в этих белых халатах и жестокие сердца имеют. Я не говорю про всех врачей, но про очень многие, по-моему, к сожалению, таких встречал. Вот, наверное, хуже врачей, но и священники могут быть, наверное. Вот, значит, и... Потому что раз пять не сильно нужно умудриться еще. Вот, значит, и... То есть мы религиозные лидеры, может быть, гораздо более жестокими, даже чем врачи. Поэтому я не говорю про врачей. Не забывай про себя тоже. Вот, значит, и... То есть как мы вернулись в спинах Христа, так еще нужно умудриться еще раз пять, чем Христа. Вот, значит, и... Но из этих десятков специалистов лишь один нашелся порядочный человек в Академию уже в медицинский номер, там, в Киеве, профессор один. Он сам западной Украины, он католик сам. И вот именно он, пусть меня взаимуют, но он согласился подписать документы, что у него новые мозги, что у него все восстановлено. Значит, и он сказал, молодой человек, вам нужно точно идти в церковь, поставить свечку, потому что точно Бог это и сделал. Потому что это невозможно. Десятки перед тем исследованием показывают одно, десятки после показывают совершенно другую картину. Другого Андрея с другими мозгами. И прочее. Ну так вот, к чему я это рассказываю? Когда я будущим священником православной церкви, этим семинаристом, рассказывал обо всем об этом, Андрей нам говорил о себе, там другие братья мариупольские были, рассказывали, еще нам пару ужасников рассказали таких, очевидного, невероятного. Так вот, эти семинаристы, они вот изменились в лицах. Очень красивые лица становились. И я сказал, в этот момент, они уже не спорили, ничего не доказывали. Я взял унициативу и стал говорить дальше. Говорю, знаете, братья, говорю, братья, если, говорю, в церкви, где я служу, если бы не просто на Пасху сходил бы огонь, а каждое служение сходил бы физический огонь и не обжигал бы людей. И даже если бы не только один личный новой церкви, но каждый член церкви после смерти был бы мощами. Там такая мощная церковь была бы, знаете, вот на входе было бы очень много гробниц, там группа по расставлению там, там, ашами, там, в прошлых, в прошлых поколениях. Вот, и люди приходили бы, охали, ахали, а разводили бы руками. Для меня, говорю, это меньше все было бы чудо, меньше, чем вот это одно чудо, но живое. Когда человек мертв, я жил, пропадал и нашелся. Да, господа, еще вопрос. Очень неприятно будет вам слушать, если вы любите куличи и яйца. Это оккультный обряд, ничего общего с христианством не имеющий, и тем более с Пасхой христианской не имеющей. Вынужден вас разочаровать, вот, значит, и до шестого столетия христиане ели себе мацу, как и Бог повелел на Пасху, и, в общем-то, хотя дело, конечно, не в маце, и не в куличах, а дело в самом Иисусе Христе, но, честно говоря, не могу бы тут не сказать, что любители куличей, пожалуйста, сегодня покайтесь в этом и отвлекитесь от этого, потому что это оккультный обряд, фаллический культ, то есть раньше поклонялись мужскому половому органу как Богу, как божеству. Это был очень почитаемый культ в древних народах и языческих народах, и в шестом столетии одна проститутка, ставшая императрицей, это безродная совершенно, удивительная, конечно, история, это можно снимать целый сериал, наверное, о ее жизни, это Феодора ее звали, мужа ее императора звали Юстиниан. А Юстиниан вначале приглашал Феодору как проститутку, и, значит, потому что это была женщина, ну, такая особенная, она вначале своей карьеры была просто уличной проституткой, но потом она построила бизнес и, знаете ли, и была целая сеть публичных домов под ее началом уже. Значит, и если в начале карьеры ее клиентами были матросы и портовые рабочие, то в конце карьеры ее уже были олигархи тогдашние, сенаторы, известнейшие люди того времени, и даже государь-император, даже сам государь-император, ну, он был как бы хоростой. Значит, и, в общем-то, он не спешил жениться, но самое интересное, он удивил своих придворных, когда вдруг объявил, что руку и сердце предлагают проститутки. Конечно, пришлось дракона переписывать, пришлось казнить недовольных сенаторов, значит, и, как бы, много что изменить в империи, так что Алла Борисовна не совсем права, когда пела, помните, «Все могут короли, но жениться по любви не может ни один король». Помните, да, песню старую? Ну, значит, на самом деле Юждиняна получила жениться, но себе на беду. Женившись, он превратился в ярко выраженного подкатушника и, по сути, управляла всем уже его жена, и им самим, и всей страной. И вот эта проститутка, бывшая, ставшая императрицей, государыни, она именно стала новозаветной Изабелью, такой, по сути, истребляя истинных служителей Божьих, прогоняя их, изгоняя их из своей в ссылке, на их места поставляя людей совершенно недостойной жизни. Так, я приму уже очень много. Да, ой-ой-ой. Так, я буду, кратко, буду завершать. Значит, и... С вами хорошо, но пора дальше. Но поверьте, что история очень такая непростая история, и было приказано императорским указом на Пасху есть не обрезники, а вот те самые куличи. Вот, а кто будет есть обрезники, подвергались бы смертной казни. То есть, через импрессию, через смертную казнь подобные указы, они распространялись. Христиане многие отказывались есть эти куличи и соглашались на плаху пойти. Почему? Потому что эти куличи были знаками блуда. Значит, в те времена нельзя было, допустим, проституткам или отдельно практикующим или публичным домам выставлять вывески. И даже порнография на фасадах, как раньше практиковалась, была запрещена в то время, потому что была уже христианская официальная империя. Но остался один вариант опознавательный знак публичного дома. Это кулич выпекался и ставился на окно. Это было как в том анекдоте брошкиривается, да? 33 утюга на батаконнике, значит, яхту проваливаю. Подумал Штирлиц. Вот, значит, и это были, в общем-то, такие сигналы. И кулич был из поднявшегося дрожжевого теста, значит, да, значит, ну, характерной формы, фаллической формы. Сверху заливалось это все такой глазурью, означающей семиизвержения. Значит, и все это украшалось карашинами яичками. Вот, и это было знаком труда, значит, и люди заходили в эти куличные дома. Но она приказала, чтобы эти знаки труда ставили в церквях. То есть, это ужасно. Араме Секс пришел в христианскую церковь, официально. Вот, значит, и христиане отказывались, но за это платили очень страшную цену, свою жизнь. В Западной Европе этот указ проигнорировали, было, но император не сдавался, поставил свою армию. Погрузили армию на флот, на корабли, и армию отправил в Италию, чтобы силой оружия насадить этот безбожный гуль. Западные европейцы, они поняли, что они на свою беду отказались от этого всего, но уже было поздно, но они взяли пост и молитву, стали молиться и поститься. Бог совершил чудо в то время. Весь флот оказался на дне Средиземного моря. Вот, и этим самым Западная Европа спаслась от этого безбожного культа. Вот, и у них даже и на хлебопреломления до сих пор остались опрестники. Вот, и это, ну, слава Богу, конечно, все это. Вот, хотя, опять-таки, я подчеркиваю, что дело, конечно, не в этих вещах, но все-таки, зачем нам, христианам, и сегодня, век информатики, можете послушать лекции, всевозможные об этом, вот, программы, хотя информация об этом сейчас не афишируется, но все-таки, сегодня век просвещения. Загляните в интернет, почитайте, увидите сами. Но, значит, ну, конечно, в первую очередь, сегодня, мы должны говорить, что наша Пасха это сам Иисус Христос. Но все возможные оккультизмы, это все не наше. То же самое, через неделю будет еще одно действие, очень неприятное, когда на кладбище, радуйницу пойдут праздновать, люди, представьте, покойникам ставят кушать, здесь в Орле тоже так делают, ну, не так, наверное, активно, как в Украине, хотя тоже, там эту лепешку, там я видел, на могилке прям тоже украшают, все это ставят, и водку, и конфеты, и все. Они что, думают, люди, что покойники это все пьют, что ли? Или конфеты кушают, там, рука раз, разборка, хам-хам, раз, фантики. Такого не бывает. Покойникам это не нужно. Ну, бомжи в лучшем случае покушают, значит, там, птички небесные поклюют, значит, но это не, знаете, это не для покойников, это не для них. Но это все оккультные вещи. Зачем оно нам? Павел говорит христиану, без коринфа. Я не хочу, чтобы вы были вообще не с бесами. Наше общение не с бесами, а с кем? С Духом Святым. Наше общение с Отцом, с Сыном и Духом Святым. Наше общение с истинным Словом Божьим, а не с этой мерзостью. Слава Богу. Хорошо, друзья, давайте мы завершим молитвы сейчас, это служение, молитвы примирения с Богом. Давайте встанем, возгубленные. И я приглашаю сейчас на молитву. Какую молитву? Призываю. Во-первых, молитва покаяния, примирения с Богом. И это самая важная молитва, молитва всех молитв. Молитва, когда мы говорим Богу, прости, пожалуйста, меня. Когда мы принимаем Иисуса Христа своим Господом, Богом, Спасителем. Это самая важная молитва. И я приглашаю сейчас сюда выйти тех, кто пришел или в первый раз, или уже не в первый раз, но тех, кто хотели бы сегодня сказать Богу, прости меня, пожалуйста, примириться. Пасха, это самое лучшее время для примирения, как раз. Тема Пасхи, как раз, это самая лучшая тема для того, чтобы сказать Богу, Господь, Ты воскрес, воскреси и меня. Пожалуйста, прямо сейчас хочу помолиться вместе с вами и за вас помолиться. Можете выходить сюда на эту молитву, мужчине, женщине, юноши, девушке. Кто пришел в первый раз или не первый раз, вы можете выйти сюда сейчас на эту молитву, молитву покаяния пред Богом. И Господь облагословит нас. Есть время сейчас, кто, пожалуйста, не стесняйтесь, спросите, на всякий случай, соседа справа, слева, воскрес ты, Христос-то воскрес, но воскрес не ты. Вот, слава Богу, пожалуйста, выходите, не стесняйтесь. Еще, пожалуйста, кто, мужчина, женщина, не стесняйтесь, выйдите на молитву, на молитву покаяния. Если даже вы уже и халились, но если оступились, и если сегодня вы хотите вернуться в дом Отца, добро пожаловать в Сапство Божие, добро пожаловать домой. И мы, верующие, сегодня поддерживаем в этой молитве вас. Пожалуйста, не стесняйтесь, присоединяйтесь сейчас к молитве. Есть еще кто, желающий помолиться? Не упустите шансы дать. И так же в нашем зрителе тоже слово говорю. Примиритесь с Богом, пожалуйста, примиритесь с Ним сейчас. И еще важно, почему выйти вперед, потому что сам Господь говорил так, что кто прилюдно меня исповедует, того и я исповедую, пред Отцом и пред Ангелами. То есть Господь хочет, чтобы вы прилюдно исповедовали Иисуса Христа своим Господом, Богом и Спасителем. Это очень важно. Давайте признаем, себя грешниками, Бога праведным, великим, святым, Создателем нашим, Иисуса Христа своим Искупителем. И давайте скажем так, все вместе, вышедший вперед и все вместе, скажем так, Отец Небесный, Бог Святой, во имя Иисуса Христа я прихожу к Тебе с верой, надеждой и любовью. Я верю в Тебя, Ты возлюбил мир и отдал Сына Своего, Иисуса Христа, за мои грехи изо всех нас. Иисус Христос, Сын Бога Живого, помилуй меня грешного, войди в мое сердце, живи во мне, пусть кровь Твоя святая пролита на кресте колгофы, омой от меня сейчас от всякого греха. Живи во мне, Иисус Христос, Ты мой путь, истина и жизнь. Наполни меня Духом Своим святым. Благодарю Тебя, Господь, за Твою Пасху, за мою Пасху, за мой исход из царства тьмы в Царство Света. Аминь. Я прошу Бога сейчас о милости для вышедших и для тех, кто будет каяться, смотря на что-то программу. Может, кто-то каялся в зале, я не знаю, не решился быть. Все возможно. Но если вы в зале каялись, то все-таки не постесняйтесь в следующий раз выйти таки вперед. Это очень важно сделать, иметь это переживание, выйти вперед и призвать имя Господа. И пусть вас, Бог, сегодня благословит. Я вас лично благословляю и благословляю всех присутствующих этим старым библейским благословением. Это благословение, я буду петь на еврейском языке и на русском языке. Это благословение, что сам Бог однажды дал Моисею, об этом говорится в книге Чисел, в шестой главе, чтобы этим благословением благословляли сынов Израиля. И сегодня, даже если у нас не так много евреев по крови, то по нашей общей мере в Иисуса Христа мы наследники великих благословений Библии. И я благословляю всех вас стихами Божьего благословения. Библии. 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 Тебя Господь, и сохранит Тебя, да призвит на Тебя Господь светлым лицом Своим, и помилует Тебя, да обратит Тебя Господь, лицо Своё на Тебя, и даст Тебе мир. Бешен Иешуа Ганашех, Иешуа Машихейну, Бог Авраама, Исаака, Якова, Бог патриархов и пророков, Отец наш, Сущий на небесах, Царь наш, Владыка наш, Создатель наш. Благодарю Тебя, Господь, за кровь святую, Сына Твоего, Иешуа Ганашеха, Иисуса Христа. Благодарю Тебя, Господь, за Пасху Нового Завета, в крови Божественной, в крови Твоей, в крови Сына Твоего. Бог Всемогущий, обрати Своё лицо сегодня на всех нас собравшихся, на вышедших с покаянием, Господь, на всех собравшихся здесь, в Церкви, Божьей воскресенье. Боже Всемогущий, благослови нас, благослови тех, кто не смог быть сейчас в собрании, благослови Господь, епископ Павел Сергеевич, благослови Его поездки, всех братьев, сестер Господь, с других церквей Божьих, всех любящих Тебя, тебя боящихся в этом городе. И пусть сила воскресшего Христа, сила воскресения Твоего действует в нас верующих. Благослови Господь, Царь наш. Аминь. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Жизнь даровать, а воскреснет Бог, и расточатся враги Ему. Христос воскрес! Благословение всем вам, дорогие друзья, братья и сестры. До встречи на земле и на небесах. Аминь. Слава Господу! Немножко задержались мы сегодня, но тем не менее, я хочу прорекламировать немножко следующее наше служение, воскресенье. Будет постановка спектакля, называется «Клетка». Не буду раскрывать общую тему, но скажу, что это спектакль о мирской системе, о том, что на самом деле представляет этот мир, и что есть всего лишь один выход. Это разбятый и воскресший Христос. Об этом собственные песни. Слава Господу! Но видим их путь, как рада реальна, У стен колючих шипы. Мир — это огромная клетка, Люди слепые рабы. Тешёвые цепи, души скамбали, И груз каждый днём души людей. Развратив греха в царстве ложной свободы, На тропе сидит сатана. Люди, скорее проснитесь, Бог хочет от граммства спасти. Любовью святой безграничной Он прежде вас возлюбил. Откройте глаза и поверьте, Реальность там вам близка. Свободу иную примите с воду, Околы лета. Идет огня, и дети по кругу Серой тюремной стены. Проходя сотни раз в суете и заботах, Мимо открытые двери. За нею ни свет, любовь и свобода, Ни травства, ни груза цепей. Иисус Божий Сын востретит в объятиях, В царстве спасённых людей. Возлюбил этот мир, Он жертвуя своей, Угрек мира понёс на кресте. Он умер за нас, но воскрес в славе вечной, Чтоб каждый в неё мог пойти. Возлюбил этот мир, Он жертвуя своей, Угрек мира понёс на кресте. Он умер за нас, но воскрес в славе вечной, Чтоб каждый в неё мог пойти. Люди, скорее, простите, Если Бог хочет добраство спасти. Любовью святой безграничной Он прежде вас возлюбил. Примите сердце Иисуса, Войдите в открытую дверь. Истаньте верными царствами Искупленных Божьих детей. Люди, скорее, простите, Если Бог хочет добраство спасти. Любовью святой безграничной Он прежде вас возлюбил. Иисус воскрес! Иисус воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Аплодисменты! Пожалуйста, приходите сами, приглашайте ваших друзей и знакомых. Добро пожаловать в Казахстан! Мы верим в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Воистину воскрес! Аминь! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Казахстан!